Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол. Это жизнь. Сегодня мы продолжаем с вами карьеру за Ивентус. Сегодня два интереснейших матча. Это матч в Лиге Чемпионов последний, завершающий шестой тур против Порто. И матч против Интера. Итак, напомню, в прошлом выпуске нам предложила сборная Италии стать их тренером. Мы согласились, но только на Чемпионат мира. Так что, посмотрим, потренируем. Мой первый международный опыт, так сказать. Ну что же, матч против Порто. Итак, Лига Чемпионов. Порто-Ювентус. Шестой тур. Ювентус идет на первой строчке в группе с 11 очками. Порто идет на второй с 8 очками. Сегодня одержит команда Порто победу. То со счетом обязательно надо 5-0 и больше. Главное не пропускать, иначе надо забивать еще больше на один мяч. Ну а сейчас штрафной удар. К мячу подходит Маркизиан. Давайте попробуем на Марио Манджуки чего-то давать. Сильно навесить Бернарденский. Какой удар. Манджуки, это 1-0. Голевая передача от Александра Зинченко. Здесь хорошо поборолся Зинченко. Умаркан отбирает мяч. И вот так вот аккуратно выдает пас на Марио Манджукича, который забивает ворота Икера Кассилиаса. Первый гол Марио Манджукича в Лиге Чемпионов. И дубль Марио Манджукича голевая от травмированного Бернарденский. Хорошо так под перекладину забивает Марио Манджукич. И вот такой вот интересный танец исполняет Хорват. Второй гол. Здесь вот аккуратно развернул. Отдает пас. И правой ногой под перекладину. Еще есть такой вот внешней стороной стопы. Шведой, как говорят. Ну, замечательно. 2-0 ведет Ювентус. Победа 2-0. Победа в гостях. Мог Манджукич забивать хит-трик. Но благодаря Киру Кассилиасу это не получилось. Итак, проигрывает Порто. И сейчас смотрим. Хофенхайм, скорее всего, выходит дальше. Сейчас мы все с вами подробно разберем. До матча с Интером поговорим про все команды, которые и там, и Лигу Европы сейчас мы тоже захватим. Призовой фонд, да, нам добавили на 5 дней уши плеча, на 18,5 миллионов нам добавили к бюджету. Теперь у нас, так, если кого-то да и покупать, вот так вот где-то, какого-нибудь средненького за десяточку можно подписать. Но таких уже очень мало игроков, которые 10 миллионов стоят. Так интереснейший у нас тоже идет матч. Матч первой строчки и четвертой. Потом нас ждет следующий уже матч. Это первая и пятая строчка. Что будет опасно здесь очень. Проведем мы тренировочку. Марио Манджугич тоже шикарный футболист. Отлично выделяется своими качествами. Во-первых, это его рост. Это его напор. Отличная работа. Мы достигнули 20 миллионов евро от медиа за 3 сезона. От телевидения мы получили 20 миллионов. За 3 сезона нам надо было. А мы вот уже сразу сделали. Мы уже точно сделали популярность марки. Так. Ну вот эти долгосрочные. Это развитие молодежи. Это не так важно. Лигу чемпионов надо выиграть. Кубок Италии. Ну здесь это все такое финансово вообще нет. Так что развитие молодежи это нам вообще не обязательно сделать. Нам вот мы сделали уже точно первые две задачи, которые нас ожидали. Теперь нужно выиграть Лигу чемпионов. Это будет очень серьезная задача для нас. Так, ну и что, давайте теперь вот поговорим про Лигу чемпионов. Кстати, мы можем попасться на Аталанту. Ну это я не знаю, вдруг это опять сеять будут. Пока что мы вот на Аталанту можем выйти, если, конечно, они обыграют соперников. Итак, поехали. Давайте посмотрим. Лига чемпионов. Барселона, Барусио Дортмунд, Ливерпуль и Ницца. Очень опасная группа здесь была. Барселона с Дортмундом проходят дальше. Ливерпуль идет в Лигу Европы. Ницца пока что вылетает. Но здесь обидно было бы вообще любых бы, любой клуб потерять в этой группе. Но вот здесь попалась именно на Ниццу. Ницца всего лишь одно очко до Лиги Европы было. Идем дальше. Мадрид, Челси проходят дальше. Так, давайте сразу. Мы можем попасться на Дортмундскую Баруси. Мы можем попасться на Челси. Спортинг, Лига Европы, Шахтер вылетает. Ну здесь Шахтера мало вообще шансов было. Посмотрите, это группа, которая ни разу не сыграла в ничью. Вот так вот интересно. Можем сыграть с Манчестером Юнайтедом, Бавария. Без поражений даже. Спартак. Три очка всего лишь до Лиги Чемпионов было. Но очень тяжело это было. Ну здесь мы, Хофенхам все-таки, да, проходит. Порт идет в Лигу Европы. Можем сыграть против Бешекташа. Тоттенхэм, да, Глейпциг, к сожалению, даже не попал в Лигу Европы. Рома. Можем сыграть против нее ПСЖ. Севиле в Лигу Европы. Ну для Севиле это, да, это их турниры, Лига Европы, все такое. Фейнор вообще вылетает. Можем сыграть против Монако. Но это очень вряд ли, что мы сыграем с Монако. Именно ЦСКА Лига Европы. Андерлехт все шесть матчей проиграл. Так, Манчестер Сити. Ну неплохо так. Очень равная игра была против Монако. И Наполе. Можем против них сыграть. Реал. Олимпиакос идет в Лигу Европы. Ну что, готовы, друзья? Смотрим. Мы играем против Дорганской Боруссии. Это было ожидаемо. Там любой нам соперник был бы тяжелый. Но Тоттенхэму больше повезло им попался Монако. И Реалу повезло им попался Рома. Ну что же, Ювентус-Боруссия. Интересные будут первые матчи в Лиге Чемпионов. Бавария-Наполи. Тоттенхэм-Монако. Барселона-Челси. Атлетика-МЮ. Вот это тоже будет интересно. Так же, как и Барселона-Челси. Ну и Наполь-Бавария тоже нельзя было выключать из борьбы. ПСЖ-Бешикташ. Такой же себе. Потому что ПСЖ уже сразу могут выходить в четвертьфинал. Реал-Рома. Здесь уже тоже все ясно. Так же, как и Манчестер-Сити. Хофенхайм. Итак, давайте быстренько пробежимся. Только те, кто вышли дальше. Марсель-Зюльти-Вариган. Панфианайкос мог выходить. Бильбао-Краснодар-Фенер-Бахчес. Гентон. Тут равная очень группа была. Краснодар-Молодцы. Ну и здесь и Аустрия могла выйти. Вильяреал-Бордо. Здесь все закономерно. Зенит-Легия. Розенборг. Что-то как-то низко-сильно. Лацио-Зальцбург. Здесь на Спарту можно было что-нибудь поставить. Арсенал-Реал-Соседат. Нормально все. Леон-Аякс. Маритима-Герта. Здесь я бы на Утрих поставил вместо Маритима. Ну вот так вот. Мелангу-Имараеш. Не знаю, почему Аберден не вышел. К сожалению. Галатасарай и Брюгге. Локомотив и Эвертон вылетают вообще. У Галатасарая и Брюгге. По равным очкам. Но по забитым и пропущенным. Лучше Галатасарай. Локомотив вообще 5 очков. Но 4 очка не хватило им вообще. Аталанта и Паук. Ну и все. И давайте теперь посмотрим только на российские клубы. Мне это больше интересно. Все-таки я работал в чемпионате России. Мне интересно, кто из российских именно клубов прошел на кого. Там ЦСКА Леон, Краснодар, Брага, Зенит, Бордо. А, Испартак, Вильяреал. 4 сразу. 4 российских клуба в 1-16. И скорее всего только половина из них, мне кажется, выйдет в 1-8. ЦСКА Леон очень тяжело. Брага и Краснодар равны. Соперник Краснодар может победить. Зенит, Бордо. Зенит должен побеждать. Испартак, Вильяреал очень тяжело им будет. Так, что тут по итальянским командам. Аталанта, Олимпиакос. Милан, Легия. И Лацо, Аякс. Так что. Также я не обострил внимание. Вот Наполи и Рома. Вот они единственные итальянские команды вместе с Ювентусом, которые вышли в плей-офф. Три команды из Италии. Три. Давайте посчитаем, сколько из Англии. Тут Тоттенхэм, Челси, Манчестер Сити, Манчестер и Юнайт. Четыре команды из Англии. То есть мы наравне практически с АПЛ. Из Испании тут Реал. Раз. Два это Барселона. Три это Атлетика. Ну, там и больше не участвовало, мне кажется, испанских команд. Три. То есть они все практически вышли. Из Германии. Вот только Бавария и Боруссия. И Хофенхайм. Кстати, вот оно открытие этого сезона. Хофенхайм стала третьей немецкой командой, которая вышла. Молодцы. ПСЖ и Монако тоже это хорошо. Две французские команды вышли дальше. И Бешикташ стал единственной командой из одной только страны. Из Турции единственный представитель этой страны. Так что очень интересная будет Лига Чемпионов, мне кажется. Ну и хватит, мне кажется, уже разговаривать. Здесь домашний матч против Интера. К нему готов и Крещано Роналдо. К нему готов и Мауру Икарди. Ух, как нам сейчас четко показали. Дибало Икарди. Это противостояние двух аргентинцев. Итак, матч Ювентус-Интер. Снег уже идет вовсю в Италии. Также не обошел стороной и стадион Ювентус-Стадиум. Интереснейший матч на сегодня ждет первая строчка против четвертой. Начинают гости. Поехали. Находит он Павлу Дибалу. И Дибала отсюда. Но Ханданович очень аккуратно пока что действует. Но Иван Перешич. Тоже хорватский игрок, который долгое время был на первой строчке. В списках бомбардиров. Но потом его уже обогнал. Дибала обокрал просто сейчас. И Криштиану Роналду. Буквально с двух метров до ворот ему оставалось. Но мяч хотел он переправить в правую девятку. Но счет пока что не открыт. И нету забитого гола от Криштиану Роналду. Не менее важны матчи в чемпионате Италии. И Гаррет Бейл. Да и Гаррет Бейл тоже, наверное, знаком с Мирандой. И все такое там. И Ханданович! Как же он тащит сейчас? Итак, навешивать нужно на Криштиану Рональду. Оуу! Какой сейчас был момент! И ну что же. Это пенальти было. Просто свалили Бейла под концовку. Обидно, конечно. Пришло очень много болельщиков на таком матче. Но голами так и не порадовали. Ханданович просто все удары в девятку прям тащит. Без всякого сомнения. Криштиану Рональду говорит спасибо. Манджукич с Белоти пока что. Два, во-первых, топ-клуба пока что в лиге. Это Ювентус и Торино. И лучших два бомбардира. Это Манджукич и Белоти. Причем Белоти я вызвал его в сборную. Кстати, Пере, смотрите. Если Рональду там где-то на пятой строчке, то уже Белоти вместе с Перезом 18 мячей забили. А пока что только Манджукич Рональду 17. Но тут Перешич с Валера забили по 15 только. Вот. Ну что же. В следующем выпуске у нас будет матч против Наполи и против Болони. Потом Рома, Хелла, Сверона. И уже пойдут трансферное окно. Так что. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео по карьере. И также и футболисты через 5 лет. С вами был Андрей Хорьев. Канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания.